Итак, добрый вечер для тех, кто это будет смотреть в другое время. Добрый день, доброе утро, приятного аппетита! И сегодня у нас интересная сказка, она индийская, я её тоже не просто так выбрала. Называется она «Ткач из Махилоропии». В городе Махилоропия на юге Индии жил ткач по имени Сагарадатта. Он умел ткать очень красивые ковры, но делал их слишком медленно, по одному ковру в год, и поэтому зарабатывал совсем мало денег. Однажды Сагарадатта заканчивал ткать самый красивый ковёр, и у него сломался станок. Человек он был бедный, и потому не стал долго сокрушаться на судьбу, а взял топор и пошёл искать дерево покрепче для нового станка. Много деревьев осмотрел он, пока, наконец, не увидел высокий самшит, росший на самом берегу моря. «Вот такое дерево мне и нужно!» — обрадовался ткач. Но только успел ткач замахнуться топором, как вдруг услышал «Пощади, это дерево, друг!» «Кто это со мной говорит?» — удивился ткач. «Это я, лесной волшебник, самшитовое дерево мой дом. Зачем ты хочешь срубить его?» Ткач очень испугался, но, вспомнив о своём поломанном станке, сказал волшебнику, «Если я не достану хорошего дерева для своего нового станка, я не смогу закончить ковёр и продать его. И тогда моей семье придётся голодать. Лучше ты уходи в другое место, а я срублю это дерево». «Нет, это дерево ты не трогай. Мне здесь так хорошо. Ветер с моря дует прямо сюда. И потому даже в самый жаркий день мне прохладно. Лучше попроси у меня, что хочешь, я исполню твою просьбу», — предложил лесной волшебник. Ткач подумал и сказал, что сначала пойдёт посоветоваться с женой. По дороге Ткач встретил знакомого цирюльника. «Куда спешишь, друг?» — спросил его цирюльник. «Ах, не задерживай меня, пожалуйста. Я лесного волшебника покорил, спешу к жене посоветоваться, что попросить у него». «О, а если так, попроси у него царство. Тогда ты станешь царём, а я твоим советником, и мы насладимся всеми радостями этого мира». «Может быть, ты и прав», — ответил Ткач. «Но всё же я пойду с женой посоветуюсь». С этими словами Ткач поспешил к себе домой. «Что нам попросить у лесного волшебника, милая?» — спросил Ткач у жены. «Мой друг цирюльник». — говорит, царство проси. «Как же глуп твой цирюльник, не слушай его. Разве ты не знаешь, что у царя нет истинных друзей? Что жизнь его полна забот, ведь его окружает лесть и предательство. Нет радости в такой жизни». «Ты хорошо сказала, жена моя. Что же мне тогда попросить?» «Что ты любишь больше всего, даже больше меня?» «Ткать свои узоры на ковре, не так ли?» «Да, да, ты права, моя милая». «Все хвалят твою работу и с радостью покупают твои ковры. Но больше одного ковра в год ты не можешь выткать. Поэтому мы очень бедны». «Вот и попросил у своего лесного волшебника такой станок, который делал бы ковры. Сколько ты захочешь. И ткал бы их на самые красивые узоры». Ткач согласился с женой и пошел к морю. «Где был дом лесного волшебника?» Но чем дальше шел ткач, тем тяжелее становилось у него сердце. «Ну что ж, ну даст мне лесной волшебник чудесный станок», – думал он. «И ткать, и узор делать будет станок. А что же мне остается? Продавать ковры, да деньги копить?» И так ему горько стало, что придя к лесному волшебнику, ткач сказал, «Ничего мне от тебя не надо. Если не разрешишь срубить это дерево, помоги починить мой старый станок». «Будь по-твоему», – ответил лесной волшебник. «Я исполню твою просьбу». Как только ткач вернулся домой, он сразу же бросился к своему станку. Станок был в полной исправности. Ткач принесл ткать и забыл обо всем на свете. Он ткал день и ночь, пока не закончил ковер. Не слышал он, как к нему приходила жена, не видел, как заходил в его дом цирюльник. Закончив работу, ткач долго смотрел на свой новый ковер, а потом вдруг рассмеялся и воскликнул. «Кто поймет, как я теперь счастлив? Я мог бы стать царем, тогда бы у меня были богатства, много покорных рабов и стецов, но ни одного истинного друга». Лесной волшебник мог сделать меня богачом, но тогда я бы лишился покоя, страха потерять свое богатство. Чью счастье сравнится с моим, когда я вижу прекрасные узоры моих ковров и слышу, как все хвалят мою работу. Много лет прожил ткач, богатством он так и не нашел. Но слава о его искусстве пошла по всей стране. И даже после его смерти долго вспоминали в народе, какие красивые ковры умел делать ткач из-за Михаллоропии. Вот такая вот интересная сказочка. Я предлагаю вам ее переварить, подумать, что вы здесь для себя услышали. Тут есть интересные убеждения по поводу денег, богатства и по поводу реализации себя. Так что я специально не даюсь подробностей, я предлагаю вам отдумать это самостоятельно, но уже завтра, а сегодня спокойной ночи. ночи.